Всем привет дорогие друзья, с вами Феостон, вновь играем в Хасл Касл. Я знаете, я вчера в общем прокачал свой тронный зал и мне открылась возможность участвовать в турнире. Я записал свое первое прохождение турнира, я правда вот как бы сразу скажу, что я еще не разбирался что делать. И записывал просто как бы вечером, то есть я без комментирования, поэтому сейчас буду комментировать поверх. В общем смотрите, я тут просто, турнир начался, я такой ага что время тикает, какие-то люди, что-то тут плюс 30, плюс 30, смотрю у кого-то есть мечи, у кого-то нету мечей. Я тогда ничего не понимал, но смотрите, в целом тут можно пробежаться и посмотреть кто эти ребята, то есть на каждого нажать, выбрать себе оптимальную жертву. Вот я увидел, что этот парень слаб и решил сразу на него напасть. И здесь когда ты нападаешь, есть как бы стартовое количество очков, которые дают за игрока, вот за этого парня 30. И если вы его слишком долго бьете, то потом это количество очков, которые за него дадут, начинает понижаться. То есть видите, уже 29, 28, 27. То есть за этого парня я получаю 27 очков. Далее, как бы бои идут фазами. Всего вообще идет 5 фаз. И после каждой фазы смотрят, кто сколько очков набрал и распределяют их по местам. Ну а пока между фазами можно посмотреть вообще, у кого сколько здоровья, кто с какими войсками. В общем подобрать себе следующую жертву. Также можно посмотреть, кто с кем бьется, кто как бьется. И если на вас кто-то допустим нападал, это самое важное. То есть смотреть, кто на вас нападал. Если вы видите, что кто-то вам проиграл, это надо запоминать. Или если кто-то вас наоборот побил, вы такие, ага, лучше я на этого парня нападать не буду, сливать свою атаку. Ну вот смотрите, я сейчас 27 очков набрал. Через 40 секунд нас распределят. Но я вижу здесь много, кто набрал 27 очков. Кто-то вот 28, кто-то 26. Но вот согласно тому, кто сколько очков набрал, вас распределяют по местам. И там если вы будете низко в турнирной лестнице, то за тех, кто выше вас, вам даже будут давать повышенные очки. То есть там будет такая возможность, если вам не повезло, как-то догнать тех, от кого вы отставите. Ну вот я уже здесь жду, когда к фазе. Я уже выбрал себе, что буду бить вот этого Диму. Вот, отлично. Следующая фаза наступила. Я как-то его так сразу присмотрел как слабенького и решил, что я его буду бить. Одного танка им убиваем, второго танка убиваем. У него, знаете, такая классическая ошибка новичков. Он одел лучника своего в броню для воинов. То есть, ну это неправильно, когда ты одеваешь воинов своих, не соответствуя их классу. Так, вот смотрите. Сейчас, значит, я набрал 52 очка. Я вижу, что здесь... Ну, вон там у парня 69 очков, я вижу. То есть, я уже в топ-3 не попаду, потому что там вот 57, 69 и 70 я вижу. Но где-то в топ-4, четвертое и пятое место я сейчас попаду. Пытаюсь посмотреть, что здесь у тех, кто в топе. Может быть, я смогу их побить. Вот этого парня я, наверное, смогу, да, побить, Ники. Я его сейчас могу бить. И на самом деле, вот это была моя ошибка. Мне его надо было уже сейчас бить, вот в эту атаку. Но я же нуб, это была моя первая дуэль. Мне надо было его бить вот прямо сейчас, пока он был в топе. Потому что я за него именно сейчас мог получить 45 очков стартовые вместо 30. Как вот за этого Дениса, которого я бил. Это была моя ошибка. А может быть и нет. Может быть, даже хорошо. Может быть, я сейчас зато смогу его чуть-чуть попозже ударить. Так сказать, оставить на потом. Но вот я тут, поскольку я первый раз играл, я, знаете, я сразу такой, все, я его буду бить, буду бить. Я даже не смотрел на окружающую атмосферу. То есть, стоит его бить, не стоит. Может быть, он там скатился по рейтингу, и за него уже бы 45 не давали. Я просто хотел этого парня ударить. Так, видите, а он куда-то скатился. Я такой, блин, а где? Здесь же был Ники. А теперь здесь Дер. И вот этот Дер, он уже что-то мне не так понравился. У него синие пушки. Более мощные ребята. На него уже лучше не нападать. Здесь есть еще пустой, но он довольно мощный. Но за Ники тоже дает 45 очков, поэтому я все же его бью теперь этим ходом. Так, давайте, ребята. Затащили первого. Затащили второго. Довольно быстро мы с ним справляемся. Получаем плюс 42 очка за победу. И тут, знаете, тут тоже вот такая вещь с этой арены. Иногда бывает выгодно слабых врагов оставить на потом. Иногда, наоборот, выгодно их сразу ударить. Тут как бы много таких факторов. Иногда бывает лучше, знаете, как в гонке. Сохранять темп, но не вырываться вперед, а вырваться вперед уже под конец. Так, ну что у нас здесь в итоге получается? У меня сейчас 94 очка. Неплохой показатель. Сейчас я так это... Я сейчас на восьмом месте, но я думаю к следующей, к четвертой фазе, которая сейчас начнется, я вырвусь вперед. Надо тут сразу прицениться, кого я буду бить. Я уже, видите, всех чекаю. В принципе, тут много слабых противников. В этом плане мне повезло. Так, ну вот все. Следующая фаза сейчас начнется. Четвертая. Видите, я вырвался на третье место. Так. Ну и мне смотреть. Либо вот этих бить за тридцатку, да? Ну вот я тут пошел бить какого-то парня, но я зря начал на его бить, потому что за него дают тридцатку, точно так же, как за других игроков, которые послабже. Но его я бы, наверное, бил подольше, нежели чем кого-то другого. То есть я мог выбрать кого-то ниже турнирной лестницы, за которого тоже давали 30 очков, и ударить его. И я даже вот сейчас не прочекал, кто там за 45. Ну, наверное, там все-таки какие-то уже жесткие были ребята, с которыми бы я не справился. Надеюсь. Но, тем не менее, это вот такая вот еще одна победа, после которой я набрал 119 очей. И, ну, по-прежнему у большинства игроков от меня такое большое отставание. То есть я надеюсь, что я это третье место за собой сохраню. Меня, кстати, вон там, видите, пустой бил, который сейчас на первом месте, он меня победил. Так, вот, началась пятая фаза. Я по-прежнему на третьем месте. Мне бы здесь и остаться. Желательно, конечно, куда-то дальше уйти. Я атаковал игрока, за которого, ну, давали 30 очков. Не стал рисковать бить тех, за кого давали 45. Но, опять же, я выбрал цель из такого истопа турнирной лестницы. Но я тогда, опять же говорю, это был мой первый турнир. Я не знал, что там можно кого-нибудь и пониже ударить. Я думал, что если у него больше мечей, то за него дадут больше очков. Я, как бы, тогда не совсем понимал, что я творю. Но, вот, что интересно, знаете, новичкам везет. Потому что в итоге, ну, в итоге, посмотрите, заканчивается наш бой. Я здесь получаю еще немного очков. И в итоге у меня получается 143 очка. И самое интересное, что с вот этим показателем очков я, ребята, попал, ну, как бы, на третье место в этом турнире. В своем первом турнире. А вот потом я уже несколько турниров бился. И я даже уже потом, когда понял, как здесь работает схема и что надо делать, я уже часто третье место не получалось у меня брать. Потому что там были какие-то более активные, более мощные игроки, с которыми конкурировать при моей прокачке не получалось. А в первый раз вот так вот хлоп, и сразу с первого раза повезло занять третье место. Ну, чисто теоретически я бы мог, наверное, и выше забраться. Вот, смотрите, здесь вот Дерр, за него 45 очков давали, да? Я мог попробовать с ним побиться. У него чуть больше, чем у меня здоровья. Но вот если вот так посмотреть... Ну, у него лучник мощный, 900 урона. Маг у него... А что у него с магом? Какой у него посох? На восстановление здоровья, да? Танк у него 1200 брони, 10000 хп. Но у меня хп больше и брони больше у танка. 577 урона у его оружия, у моего 520, но зато оно оглушает. Ну, не знаю, такое дело. Может быть, я мог бы его победить, может, не мог бы. С другой стороны, я бы мог рискнуть и не занять третьего места. И скатиться ниже. А так, ну, третье место зато. Получаем награду. Проверьте почтовый ящик. Ну, я на самом деле не заснял, как я забирал награду из почтового ящика. Но там и так написано, что дается за третье место. Это немного вот этих вот жетонов для покупки в местном магазине. И сундуки с шмотками. Кстати, про то, что я занял третье место, даже в кланчате автоматически пишут. Типа, кто там какие места в этих турнирах занимает. Да, еще, ребятки, я подал заявку на участие в клановой войне. Это тоже будет такое, знаете, впервые для нашей гильдии. Так, вот, все. Там, знаете, эти... Я подал заявку, а там такие... Война начнется через 5 часов. В общем, она, наверное, несколько раз в день. Может быть, пару раз в день эти клановые войны в определенное время. И когда бы ты там не подал заявку, им пофиг. Жди потом, пока начнется всеобщая клановая война. Ну, в общем, вот все, вроде таймер дотикал. Она уже должна начаться, ничего не меняется. А, вот, появилась кнопка на карту. Я не знаю, ребят, я вообще, я первый раз. Я без понятия, что это все за постройки, что тут делать вообще. Какие-то цифры, какие-то здания. Ну, я так понял, нам дают 2 часа, чтобы разместить отряды. А потом уже бой будет происходить без нашего участия. То есть нам надо просто выбрать, куда и какие отряды мы будем здесь размещать. Так, ну, давайте я попробую, допустим, разместить отряд. Ох ты же, нифига себе. Так, я могу здесь 6 бойцов, да, выбрать. Так, только что-то у меня боец, 4-й, не цепляется. Ох ты же, нифига себе, ребят, я еще что заметил. Здесь 60 тысяч еды надо, чтобы в этом деле участвовать. Я как-то к этому не подготовился. И как-то жалко, это возможность была бы 2 раза в турнире поучаствовать за эту еду. Ну, ладно, я надеюсь, что это все дело окупится. Единственное, что 6 бойцов, я не очень подготовлен к этому мероприятию. У меня так-то только 3 нормально качанных бойца. Но есть еще вот такие, не очень в загашнике. Вот как вот эта Прасковья. Видите, она на 14 прокачана, только сейчас одета под повара. И Драгомир тоже у нас воин. Наверное, надо сейчас вернуться на базу, их переодеть под воинов. Там, то есть, посмотреть, пошукать. У меня какой-нибудь дополнительный шмот, наверное, должен быть на базе, чтобы их одеть. И еда. Чтобы получить еду, мне пришлось, ребята, открыть сундук за 60 тысяч. Вот этот вот, купленный у осла. Я уже пару таких сундуков, купленных у осла, слил на участие в турнирах. Кстати, знаете, вот у осла было 10 сундуков сначала, ну, которые там давали 20 с лишним тысяч еды. Я у него парочку купил, и когда у меня прокачался тронный зал, у него опять появилось 10 сундуков, но уже более крутых вот этих на 60 тысяч еды. Так, ладно, отряды. Разместить отряд. Вот я уже одел Драгомира как воина, одел лайму, помните, нашу старую лайму в Айкуле. Так, ну и вот, что у нас? Котик есть. Можем еще котика поставить бойцом дополнительным. Единственная проблема, котику мне уже нечего одеть. Ну, я ему могу вот палочку дать в руки, просто чтобы он, знаете, воскрешал бойцов. А вот он 15 уровня, броники на него уже не налазят. У меня какие-то такие здоровые броники на 18 уровень. Всю такую мелочь, знаете, там, мелкоуровневую броню я уже удалил, на него просто нечего одеть боевого. Но даже если он будет стоять в заднем ряду и палкой в воскрешалке кого-нибудь воскресит, это уже хорошо, я считаю. Так, ну вот, ребятки, я расставил везде по одному бойцу. Я просто почитал, как эта война гильдии проходит. Там, короче, смотрите, там, в общем, такая система, что вот мы будем сражаться за эти точки. И там, по идее, если ты выставляешь сильного бойца, он может там сразу двоих-троих победить. У нас есть некоторые сильные бойцы. У тех ребят, я тоже думаю, есть сильные бойцы, но многие из этих гильдий, мне кажется, они не особо активны. Там по 20 человек в некоторых. То есть хорошо, если у них там онлайна, допустим, будет человека 3-4, у них могут быть фейки. Но вот здесь нам парень из гильдии пишет, что я зря так войска расставил, что он был во всяких топовых гильдиях, ну, в хороших гильдиях русских. И что лучше выставлять сразу по многу бойцов на одну точку, а не, типа, распылять силы одного бойца туда, одного бойца сюда. Но я не знаю, у меня, видите, опыта нету большого. Поэтому я, ну, как бы, решил дать ему повысить его звание, чтобы он сам расставил бойска так, как он считает должным. Если он, как бы, ну, вот, как говорит, в этом разбирается, уже поиграл и побывал, как бы, в таких хороших, в прокачанных гильдиях. В итоге, в общем, получилась у нас вот такая оборона. Где-то у нас 5 бойцов, где-то по 4. Но это еще может поменяться у нас еще час до конца. То есть могут там новые игроки где-то зарегаться на какие-то точки. Может быть, там что-то куда-то передвинется из бойцов. Ну, в целом, вот, видите. Так, здесь пусто. Тут, кстати, у разных точек разные условия. Есть, допустим, точки, в которых, допустим, особые условия здесь нельзя воскрешать. На каких-то точках не работает лечение. И поэтому надо смотреть, либо самому передвигать. Если ты видишь, что кто-то, допустим, выставился вместе с магом, который лечит. А на точке лечения не работает. Ну, значит, лучше его, наверное, перекинуть на какую-то другую точку. А вместо него взять какого-то другого игрока, который использует воскрешающих магов. Ну, если там кто-то при этом сам не обратил внимания на вот эти вот параметры вот этих фартов, скажем так. Особые особенности этих фартов. Ну, ладно, что вы. Распределились, ребят. Пожелайте нам удачи в этой войне. Да, еще хотел, вот, пока не началось, показать, какие тут гильдии против нас. Смотрите, против нас какие-то турки. Вот у них 49 бойцов. Ну, у них тут много вот по 100, по 70 кубков. Мне кажется, они много держат неактивных игроков, которые уже не играют. Вот, не знаю, или к ним вот прям новички вступают. Есть вот гильдии, в которых поменьше, там, 22 игрока. Мне кажется, наш плюс, вот как и в других играх, которые многие я снимал, в том, что у нас сейчас, из-за того, что вот я ютубер, все только начали играть, наш плюс, единственное, что в онлайне. То есть большой онлайн гильдии, мне кажется, по сравнению с многими другими. Это нам на пользу. Так, ну вот, ребятки, я проснулся, и здесь меня ждала вот такая вот почта. За победу в битве, за точку во время клановой войны, вам полагается персональная награда. Ваш клан занял второе место по итогам клановой войны. Так, что здесь у нас? Ну, слушайте, мы незначительно отстаем от первого места. У них 160, да, тут очков, а у нас 155. То есть такая разница всего лишь в 5 очков. Вот эти от нас уже значительнее отстают, на 25 очков. Ну и там дальше многие совсем помаленьку. Это вот эта наша награда? Это, по-моему, простецкий сундук, в нем ничего особенного нету. Так, ну сейчас, погодите, прежде чем его забирать, я боюсь, что пропадет. Что тут? Можно посмотреть, как бои проходили или что-то в этом роде? Результаты. Клановая война завершилась. Ну, 26 тысяч звезд нам дали. Что это? Это хорошо или, я не знаю, 26 тысяч звезд? И что дальше? Ну, это типа в зачет подарка сундука, но это, мне кажется, тоже такое. Так, что тут еще у нас? Так, ну вот смотрите, мы заняли раз, два, три вот этих точки мы заняли. Здесь точки заняли три штуки. Аргентинас 2 гильдия. Здесь у нас сыграли Ювентус, Ювентус, Ювентус. Три точки заняли. И, ну, тут нету победителя. Тут у нас турки победили. Мне кажется, надо было пробовать там вот эту точку, где только один боец, хотя бы кого-нибудь одного туда отрядить. Можно было, наверное, занимать все-таки там, попробовать распылить свои силы на разные, а не вот так вот концентрироваться на одной. Мне кажется, вот когда, да, там, когда крутые гильдии играют, там уже надо на чем-то концентрироваться. А тут, мне кажется, можно было распылиться и даже сделать так, что один мощный игрок мог бы выиграть в одиночку всю точку. Не знаю. Ну, вот послушал я людей, которые сказали, что надо концентрировать все войска в одном месте. Вот, допустим, за прах и пепел мы бились с каким-то Супримаси. Ну, давайте посмотрим повтор. Супримаси. Так, у них Бинг играет, у нас GS-14. А, видите, у нас вот, смотрите, у нас пять игроков, а у них один. Вот все. Он напал, мы отбились. Все, больше никто не нападал. То есть, четыре игрока вообще не играли в этой битве. Один затащил эту точку. Так, ну, давайте посмотрим дальше. Вот здесь, на этой точке. Только один клан, один из Т1 Ютуб, выставил отряды в точку, поэтому он стал... То есть, здесь мы тоже выставили три отряда, но при этом никто ни с кем не дрался. Так, идем дальше. Вот это, допустим, точка. Только здесь только мы выставились, и поэтому мы победили. Никто не дрался вообще, никто не нападал. Слушайте, ребят, я бы вот... Вот тот парень, который там писал в чате у нас, надо обязательно выставлять все войска. Вот я сначала распределил все войска по всем точкам. Ну, то есть, там одного, тут одного, там одного. Потому что я думал, что где-то кто-то один может затащить сразу все атаки, потому что он прокачан. А где-то, ну, как бы и куча не сыграет, потому что там будет толпа врагов. Вот надо было, как я первый раз делал, распределял по всем точкам по одному бойцу. Вот так и надо было делать, а не слушать вот этого умника, который там советовал именно сконцентрировать все на одной точке. То есть, я думаю, это разумно, когда ты играешь против топовой гильдии. То есть, когда у тебя у самого гильдия прокачана. Когда надо вот прям реально выставиться максимально на какую-то точку, чтобы ее взять. Потому что за любую точку будет ожесточенная война. И в этой ожесточенной войне тебе надо вот хотя бы выгрызть победу хотя бы в одной точке. Вот там, да. Но у нас-то была, видите, какая ситуация, что здесь вообще ребята не нападали. И если бы мы еще и вот здесь везде выставились, да, то есть, то мы бы и здесь сыграли. Но вот здесь, видите, вот здесь были у нас войска. Ну, Ювентус победил нас и потом победил турков. Ну, то есть, за эту точку был более жесткий прессинг, смотрите. Вот у нас здесь Винтерс играет. Лорд Нета побеждает первого. А он здесь, он один у них был, видите. Вот и толку, что мы четыре отряда выставили, а он один всех четверых положил. У них вот был один такой прокачанный парень. И он зарешал. Причем он зарешал не только против нас, да? Он потом еще и зарешал против другого клана. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так, ну давайте посмотрим, как он против других бился. Так, где что у нас? Верните нас в результаты этой битвы кланов. Так, ну, допустим, здесь мы не воевали. Здесь, видите, здесь вообще никто не выставлялся. То есть, можно было сюда выставить хотя бы одного бойца и все, эта точка уже бы была нашей. Вот как мы в первый раз делали, да? Тогда бы мы победили в этой войне. При этом, ну, как бы, глупая была бы победа, но это была бы победа. Здесь у нас турки какие-то против нас бились, и мы им проиграли. Ну, наверное, такая же бодяга. А, нет, здесь наш один боец. И у них двое. Смотри, ну, тут наши побеждают в первом бою. Или, может быть, ну, пока что побеждают. И уже идут на второй бой. Ну, и здесь мы проиграем, это мы уже знаем. А, смотри, тут еще атака понижается, да, если он несколько боев бьется. Типа, минус 10. Эти бои, кстати, я могу ускорять очень хорошо. Ну, вот второго уже не смогли осилить. Ну-ка, мне интересно сейчас глянуть. Вот того парня, блин, да что же вы меня всегда выкидываете в замок. Вот этот парень, который где-то победил нас всех. Вот этот, да? Нет, не здесь. Вот, вот здесь, да? Я просто первый раз не обратил внимания. Давайте на скорости Х2. У него, смотри, сейчас должна атака понизиться на 10%. Я просто хочу посмотреть, после второго боя у него понизится на 20% атака. На 15%. То есть после этого на 20%. Ну, видите, тем не менее, он настолько перекачанный, что ему вот это понижение процента вообще по барабану. Оно на него не сильно повлияло. Так, здесь наш клан не бился. Вот здесь, по-моему, были? Нет, здесь нас не было. Здесь Ювентус с Аргентинесами дрался. Вот здесь, смотрите, как много гильдий было. Мы победили вот этих Аргентинесов. Давайте посмотрим повторчик. На этой точке у нас три бойца было, а Аргентинцы выставили одного. Ну, первый наш, вот видите, не в счет. Он очень слаб. Его сминают, даже не заметив. Потом Михаил 2007. Ну, он тоже, смотрите, он значительно слабее, чем вот этот парень. Единственное, что хорошо, что этот парень, он после двух побед ослабляется. И дальше тут у нас идет уже более мощный. Погоди, и что, мы победили в этом бою? У него 60 тысяч. А у этого минус 15%. Да нет, мы здесь проигрываем. Мне просто почему-то показалось, что мы победили. Нет, здесь победили Аргентинесы. Так, вот, надо было где. Не домой жать, а назад. Да, Аргентинесы победили. Но до этого мы бились с Ювентусом и победили Ювентус. Хотя, смотрите, у них тут тоже мощный парень. Хотя, как мощный? Ну, вот эти броники, мне кажется, они какие-то клевые, что ли. По крайней мере, для вот таких, для моего уровня точно. Я когда вижу кого-то вот с такой броней, это значит, что меня победят. Ну, вот здесь уже, смотрите, парня из Мором берем. Он не такой уж, чтобы мощный. То есть, на первом игроке он маленько проседает. Второго, я думаю, он тоже победит, но просядет еще больше. Почти уже будет при смерти. Хотя, он уже танков теряет, да? Смотрите. Минус один, минус второй. У него есть посох воскрешения. Ну, он сейчас еще второго танка успеет потерять. Там уже с третьим бойцом, так, он еще одного воскрешает. Но здесь уже, видите, он весь приходит под ранок на свеженького парня. Причем, ему практически равного в целом, да? По здоровью, вот как бы, если так смотреть. Да, это было, конечно, здорово. Но эта победа нам все равно не принесла общей победы. То есть, потому что там дальше нас Аргентиносы вынесли. И здесь у нас что? А, ну, собственно говоря, вот и все. Вот и все бои, в которых мы приняли участие. Но надо было все-таки распылять силы, как вот я до этого делал. Потому что тут, видите, какая ситуация у нас. Ну, то есть, у нас есть какие-то игроки слабые, совсем слабые, да? Там, типа, там, 25 тысяч силы. Он вообще, ну, как бы в бою значительно не сыграл какой-то роли. Ну, единственное, что после того, как его снесли, не заметив, что у того, кто нападал, там, на 10%, допустим, атака понизилась. Да, вот это единственная роль таких вот мясных игроков. Ну, лучше бы я его куда-нибудь, этого игрока, допустим, сюда бы кинул. И хлоп, все, победа над точкой, потому что за нее никто не бился. Но это пока что, пока у нас вот такие, как бы, гильдии. Ну, такие гильдии не особо мощные, с ними так можно играть. Если мы уже будем в более мощной гильдии, то такой лафы не получилось бы. Ну, и у нас сейчас не получилось такой лафы, а могла бы получиться. Ладно. Так, ну, а в итоге-то что, ребята? Давайте заберем вот эту, да, награду. Что это? Мне кажется, это самый простой сундук, вот ни о чемный. Ну, то есть, ну, как бы... А, ну, хотя, смотрите, в нем можно легендарные шмотки найти. Легендарные, эпические, редкие. И гарантированно содержит одну-две зеленых. Но можно найти... Так, давайте, дайте мне сюда легендарку. Дайте мне сюда легендарку. Блин. Да, ладно. Надо было просить эпическую, может быть, тогда бы дали. Тогда как? Давайте что-нибудь попросим еще. То есть, смотрите, у нас вот здесь еще по поводу кланового хола, что у нас здесь? Клановые войны. Вот, сундук можно забрать, да? 85 тысяч. У нас уже 127 тысяч. Можно мне, пожалуйста, вот этот сундук? Предметы, полученные из сундука, необходимо будет или их дадут потом, когда... Когда закончатся 4 дня, наверное, их дадут, и вот эта шкала сбросится. Ладно, окей. Тем временем, ребятки, у нас дома... У нас дома... Еще народилось несколько детей. Смотрите, у нас появляется теперь новый ребенок, которого мы назовем в честь. Так, как мы назовем ребенка? Я вот тут пробежался по комментариям. Знаете, в чем проблема? Большинство хотят, чтобы их именами назвали мальчиков. А у меня в основном рождаются только девочки, девочки, девочки. Поэтому мне приходится выискивать людей, которым типа пофиг, мальчик или девочка. Вот, я бы хотел, чтобы ты назвал следующего ребенка моим именем. Просто без указания пола Хестер Ледженд. Единственное, есть еще одна проблема. Ну, не знаю, сейчас проверим. Так, вот, мы эту Динару пробуем сейчас назвать вот этим ником. Видите, не влазит. То есть Леге... Вот только Леге влазит. Легенд не влазит. Поэтому, ребятки, вот смотрите. В имени ребенка может быть только... Получается раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Не больше десяти букв. Поэтому, знаете, там кто-то пишет. Ну, назови там, я не знаю, следующего мальчика Дмитрий Эдуардович. Это все не влезет, ребята. Только одно коротенькое слово. Десять символов, не больше. Поэтому мы назовем эту девочку Хестер. Мне кажется, будет такое нормальное имя для девочки. Да, да, да. Что? Окей. Все. Все, она уже Хестер. Где она там ходит? Вот она, наша Хестер, да, теперь? Да, отлично. И старайтесь сразу писать. То есть, назови в честь меня мальчика. Назови в честь меня девочку. И, то есть, чтобы я знал. Потому что я там иногда... Назови в честь меня следующего Дима. А у меня рождается девочка. Ну, понятное дело, наверное, девочку я Димой называть не буду. Но у меня проблема в том, что у меня рождаются в основном только девочки. Смотрите, у меня вообще... У меня вот одна, да, там, получается, недавно родилась. Назвали Пророк. Вообще, много подписчиков новых. Вот Керес родился, но на две звезды, к сожалению, скоро придется выгонять. Вот у нас Хестер. Вот у нас Фриед. Второй раз породил Фриеда. Уже одного выгнал. И этот опять не удался. На две звезды. Но будем пробовать, наверное, еще. Все-таки наш подписчик давный. Активный. Везде комментарии всегда оставляет. Котик у нас очень хорошо получился на четыре звезды. Уже тренируем. Кто у нас тут еще вообще из наших новых бойцов? Москва. Я уже сделал воинам. Кстати, вот в прошлом видео говорил вот про этот показатель. Усталость от любви. Оказывается, уставшая от любви женщина, она может воевать. Единственное, что когда женщина не может воевать, это когда вот она именно понесла их. Ну, то есть, когда она не понесла, а когда она ходит с животом. А это не так уж долго. То есть, они там буквально час, мне кажется, где-то около того, наверное. Может, два, я не знаю, я не засекал. Но они как забеременеют, не так уж долго. То есть, они часик, то ли пару часов ходят с ребенком в животе. Потом, как только родила, все, сразу можно ее отправлять на войну. В общем, вот такие вот, ребятки, дела. Также построил здесь несколько зданий. Мастерскую с оружием построил. Что в этой мастерской я теперь... А что я в этой мастерской? Ну, в этой мастерской можно создавать предметы, оружие ближнего, дальнего боя, магическое оружие. Но как бы фишка в том, что когда нам попадаются ненужные белые шмотки, мы можем из 10 шмоток сделать одну зеленую. Это делается за тем, что даже если тебе эта зеленая вещь не понадобится, ты ее потом сможешь поломать и получить зеленый кристаллик. И так далее. То есть, ты, допустим, 10 белых пушек поломал, сможешь сделать... Ну, как бы получаешь 10 кристалликов, чтобы создать одну зеленую пушку. Если тебе надо синюю создать, то тебе надо 10 зеленых кристалликов. То есть, соответственно, ты там 10 шмоток зеленых ломаешь. Поэтому крафтить нужно постоянно. Если есть кристаллы, ты просто крафтишь. Даже если тебе там зеленые вещи не нужны, зато ты сможешь уже поломать зеленую вещь. И там приблизить себя к крафту синих вещей. Вот как бы такие дела. И раньше я думал, куда мне ману девать? Думаю, мне же не нужна эта манна особо. А тут целую комнату для ее добычи сделали. Но я думал, что я и так на заклинание как-нибудь уж накоплю. Но вот с учетом еще вот этого крафта, на него тоже нужна манна. То да, с манной как бы проблем ожидается больше. Наверное, потом еще доспехи можно будет крафтить. И скорее всего тоже за манну. Так, а сейчас вот видите, мне уже не хватает маны. Ну ладно, с этим мы позже разберемся. Также что? Ну, расширил нашу жилую комнату. Вообще посмотрел, что сейчас в игре мне открылся турнир. После того, как я открыл арену. И на турнире надо участвовать. На турнире надо воевать. И тебе противников на турнире подбирают в зависимости от твоих построек. То есть смотрите, у меня сейчас, допустим, не прокачана вот эта казарма. До четвертого уровня. У меня только три бойца. И значит мне будут подбирать таких же противников, у которых тоже только три бойца. То есть у которых нету четырех бойцов. У которых нету казармы, которая позволяла бы им четвертого бойца сделать. Далее у меня есть вот это здание тренировочное бойцов. То есть согласно моей тренировочной, я могу максимум иметь бойцов 20 уровня. То есть я могу иметь трех бойцов 20 уровня. И мне будут подбирать таких же противников, которые могут иметь максимум трех бойцов 20 уровня. Вот. Поэтому лучше не торопиться строить там казарму или строить тренировочную бойцов. Ну, построю я сейчас казарму. У меня остальные четыре бойца. Нормально я их одеть не смогу. Ну, то есть у меня будет так посредственно одетые четыре бойца. Лучше иметь трех более-менее одетых получше. Ну, то есть надо не торопиться прокачивать вот эти постройки. Если ты еще не готов перейти на новый уровень, надо стараться всегда подготовиться так, чтобы когда ты прокачаешься и перейдешь на новый уровень, то есть там, чтобы у тебя уже был какой-то либо шмот заготовлен более-менее хороший под бойцов с учетом их будущей прокачки. Ну, то есть у меня сейчас максимум бойцы 20 уровня, да. Но у меня есть некоторые вещи, некоторые вещи, которые я смогу одеть уже после 20 уровня, когда я их прокачаю там на 22, или, ну, там даже оружие, да, какое-то есть вот на 22 уровень. Но у меня таких вещей мало. Если я сейчас перескочу с 20 уровня на уровень, ну, то есть прокачаю тренировочный зал, у меня максимальный уровень повысится до 30, то вот здесь на боевой арене мне будут попадаться уже такие враги, которые могут быть 30 уровня. И, скорее всего, большинство из них будет очень хорошо одеты, и с ними я не смогу, как бы, конкурировать. Поэтому я сейчас могу не торопиться прокачать свое здание, а повоевать, повоевать в турнирах. Я уже вот 470 монет заработал в турнирах, сейчас покажу как, покажу свой первый бой на турнире. Ну, вот здесь я могу поучаствовать в турнирах, а потом вот за эти жетончики, да, я не знаю, как их называть, в местном магазине, прикупить, допустим, артефакт. Какая-то крутая штука, только он уникальный, его можно только один такой иметь. Но работает так, что он призывает в бой стрелка, атакующего самые дальние цели, урон 874 в секунду, действует 6 секунд. Ну, в общем, неплохая такая штука. Можно себе купить заранее уже оружие на будущее. То есть у меня сейчас максимальный уровень 20, но вот на 23-24 можно купить себе, допустим, вот такой арбалет и вот такую балаву. И потом зато, когда я уже прокачаюсь, да, на следующий уровень, можно тут попробовать редкую броню какую-нибудь сорвать себе на следующий уровень. То есть так подкопить шмотки, и когда я уже перейду на следующий уровень, хлоп, а у меня уже более-менее шмотки есть, и я могу уже неплохо и на следующем уровне сражаться в Колизее. Вот как бы такие дела в Колизее на арене, прошу прощения. И напоследок, ребятки, еще один рекламный сундук. Тут люди некоторые скидывают скриншоты, им какие-то легендарные пушки валятся. Везет же некоторым. Давайте, хочу, чтобы мне тоже повезло. И зеленое кольцо. Да что ж мне так везет? А, ну хотя бы синяя бронька на лучника. Слушайте, на 20 уровень. Погодите, кажется, это не совсем пустой для меня был сундук. Давайте посмотрим. По сравнению с моей 20 уровня, да, я хотя бы повысился за счет этого сундука. Смотрите, и шанс восстановить здоровье. Хотя лучше бы был шанс какой-нибудь на урон. Все-таки лучник это тот, кто в самом дальнем углу стоит. И если уже его начали бить, то, скорее всего, смерть уже неминуема. Ну, все равно, хоть что-то, да. Хорошо бы, конечно, чтобы какой-то показатель на урон тут был, а не на повышение здоровья. Но больше здоровья, больше урона, это в целом уже круто. Хоть что-то, знаете. Хоть, ну, как бы это нормально. Также посмотрел вот по поводу лука на лучника, знаете. Вот я раньше смотрел. Мне, в принципе, вот этот арбалет нравится, потому что он дает сразу несколько показателей. То есть и оглушение, и шанс нанести врагу дополнительный урон. То есть это очень здорово. Обычно, ну, вот какие пушки у меня сейчас встречаются, они либо что-то одно дают, либо другое. И сразу такой неплохой урон был, типа там 424. Но смотрите, если я одеваю, урон у меня в целом в секунду падает. То есть они почему-то неправильно показывают. Ну, то есть, смотрите, вот здесь урон в секунду. Потому что у него обычный урон у него больше. Но за счет медленной скорости вот этот урон, он как бы становится меньше за секунду. То есть в целом в секунду у него пишут типа 420 с лишним урона. А здесь пишут 369, но тоже урон в секунду. И за атаку у него, ну, примерно чуть поменьше. Но поскольку скорость атаки обычная, то они там чуть-чуть повышают. То есть там, грубо говоря, секунды это чуть больше, чем обычная скорость. Вот. И здесь пишут 369. Но по факту, видите... А, нет, это вообще я не с этим луком сравниваю. А с каким? Вот с этим. Ну, здесь вот тоже, видите, 319 пишут меньше урон в секунду. Но в итоге-то урон в секунду выше с ним. Поэтому я даже не знаю, как на них реагировать. Но, в общем, в итоге я все же сменил свой арбалет. Хотя иногда вот меня прям подмывает его одеть обратно. Потому что оглушение. И плюс 120% дополнительного дамага. А здесь всего лишь урон по группе. 11%, 55% урона. Ну, такая фигня. Единственное, что хорошо, что крит. Вот единственное, что... Ну, мне бы хорошо бы все-таки рожиться каким-то нормальным оружием на лучника. Чтобы я уже не сомневался. Что ему там одеть. Чтобы не было у меня таких заморочек. Ну, допустим, вот это сколько урона в секунду. Видите, сразу на сотку меньше показывают. Еще, кстати, тут тоже кое-что узнал. По поводу звездности персонажей. Я ради интереса проверил статистику. То есть у меня появился вот мазок 4-х звездный. И еще там у нас какой-то поселенец появился на 4 звезды. Ну, да ладно, неважно сейчас. А, ну, наверное, тренируется кто сейчас. Да, вот котик на 4 звезды. Уже тоже тренирую как нового бойца. Но я думал, что боец на 4 звезды, что он изначально будет круче, чем бойцы на 3 звезды. Но оказалось, что нет. Нет, я уже потом посмотрел, что этот звездный значит. Звездный значит, что данного жителя можно тренировать максимум до 80 уровня мастерства в чем-либо. Либо в атаке, либо там в каких-то добывательных дисциплинах. То есть, чтобы он там лучше готовил или лучшим щитоводом был. То есть, эта звездность, это максимальный уровень тренировки этого бойца. То есть, получается, на моем уровне, по сути, сейчас мне не важно, сколько звездности у моих там бойцов или поваров. Потому что мне все равно мои постройки не позволяют реализовать эту звездность. То есть, я сейчас максимум могу прокачать до 20 уровня. Что повара, что там медика. А для этого достаточно, я не знаю, какого-нибудь однозвездного жильца. Но надо как бы смотреть в будущее и уже заготавливать себе многозвездных жителей на будущее. Вот как-то так. А сейчас вот, что у нее 4 звезды, я даже ради сравнения пробовал. Я снимал с нее все вещи и одевал трехзвездному бойцу. И все показатели у него были такие же. То есть, ничего не меняется. То есть, звезды это просто шанс прокачать бойца выше. Вот видите, она до 80-го, а тот у кого 3 звезды, да, допустим, его максимум до 60-го уровня можно прокачать. Вот. Но теперь вроде все сказал, что хотел. Ах, да. Нет, ребятки, не все сказал. И еще кое-что. Я накопил 755 вот этих вот кристаллов. И наконец-то могу купить себе второго строителя. В общем, куплю пока что строителя. Дальше уже больше двух, наверное, покупать не буду. До 2000, дорого. Да и я, если честно, сейчас даже не чувствую зачем. Вот у меня, допустим, мне бы какое-нибудь здание поставить на улучшение. А денег все равно не хватает. Это первый момент. А второй момент, я думаю, здесь мне все равно придется как бы не гнаться вперед по какой-то постройке и улучшению зданий. Ну, то есть, ну, я сейчас улучшу вот эти все постройки. Я их довольно быстро сделаю. Которые тут могу построить новые. Ну, что тут я могу? Лабораторию новую, да, сделать. Магическую лабораторию. Ну, они быстро строятся. Там 4 часа эта постройка и 3 часа эта постройка. Ну, улучшу тут некоторые здания. То есть, ну, тоже 3 часа такое сейчас, коротенькое, да. Казна там за 3 часа улучшится. А потом что, ребята, я увижу? А потом я увижу следующее. Что мне дальше надо уже, ну, как бы все прокачаю вокруг. И мне надо будет уже улучшить казарму и тренировочную для бойцов. И я пойму, что нет. Пока что я не готов их улучшать. Пока что я хочу, как бы это, оставить их на нынешнем уровне для того, чтобы активнее сражаться на арене. И мне придется, ну, как бы ничего не строить, ничего не улучшать. Поэтому мне даже вот, как бы, дополнительные строители, может быть, сейчас и не особо-то нужны. Ну, да ладно. Как бы, с таким, знаете, заделом на будущее его, можно сказать, взял. Потом он мне все равно рано или поздно понадобится. Ладно, ребятки, на этом у меня все. С вами был 1101. Если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Ну, напоследок решил вам маленько показать, кто у нас тут новые народились подписчики в замке. И знаете, ну, чтобы видно было, кто отец, кто мама, родилась такая мысль. Было бы прикольно, если бы вот кто-нибудь не пожалел маленько времени и в шутку сделал бы такое, как генеалогическое древо, кто от кого произошел. Там, правда, сейчас почти у всех папка Джокера. Знаете, почему? Потому что это сейчас единственный подписчик, который родился мужиком. Мне что-то не везет, у меня рождаются. Или наоборот везет. Ну, у меня, да, наверное, с девочками даже лучше. С ними проще восполнять пробелы. Но у меня рождаются одни девочки, девочки, девочки. Мне бы сейчас на четырехзвездного мужика, чтобы осеменять, было бы неплохо. Но пока не везет. Ладно, ребятки, спасибо за просмотр и до новых встреч.